машинка расскажи куда ты ездила зачем и чей ты привезла а почему только марине не привезла да ребят моя сегодня звонила на любовь алексеевна сказала что завтра забирать хотя сегодня она сказала ладно придет вечером я отдам и вот маша сходила забрала ванин киндер сюрприз покажи сюда да вот такие вот два ваниных а поделку не забрала ну завтра заберешь вот такой ванин киндер сюрприз да ваня тебе нравится вот такой ваня у тебя подарок ваня тут сидит ваня болеет сильно поэтому простите его и вот такой вот это наверно от садика тут шоколадка сок и еще что-нибудь ну не знаю сейчас машинка откроет ножницами я думала ты за ножницами ходила а ты так скрыла ну доставай показывай что там ну да барни это от садика скорее всего барни сок мелкий вейт викс и шоколадка подожди этот ваня будет распечатывать он сам хотят маша 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 он сам хочет давай развязывай он сможет развязывая вами развязывай свет помоги ему тоннет порвет час весь kinder подожди вами подожди вот теперь давай расскажи доставай неудобно сделки света помогаем у доставать он не сможет сам сейчас kinder пар эти маша с kinder пар вете в разные стороны до Доставай ручкой. Подожди. Еще. Доставай остальные. Все-все доставай. Ваня, оттуда все конфетки доставай. А высыпать никак, Свет? Попробуй их высыпать. У-у-у. Вкусняшки. Немножко неправильно киндер сделан, потому что неудобна дверка. Проверяй. В целом, положи пока. Да, вот такой вот киндер-ленточкой. Где надо вот ленточку вставить? Потом деткам приятно. Вот такие вот, ребят, конфеты в подарки. Конфеты, шоколадки. Вань, тебе нравится? Ванечка немножко замерз. Хотя дома тепло. Ваня первый выбирает, что он будет брать. Ваня, эту я оставлю. Ваня, эту я оставлю. Завтра у Марины будет. Выбирайте остальные. Ну, да. Это Егорки я отложу. Ваня по две. Ваня две. Он денежку взял. Чупа-чупс. Ну, вот такие вот, ребят, были подарки. Вот такой вот был киндер. Смотри, мама. Да. Ой. Ваня, тебе киндер понравился? Сок? Дай ему сок. Одну тогда такую убирай, какую-то. И тогда шоколад. Тут две, потому что вы покупаете. Это точно Ваняна. Все. Я говорю, это Ваняна. Светик, откроем, пожалуйста. Напишите, как вы думаете, что насчет этого подарка. Нравится вам или нет? Интересно. Это у нас одна мама в группе делала. У меня вот такие киндеры получилось. Ваня, ты довольный? А завтра у Марины заберем. Ладно, всем хорошего праздника и всех хороших выходных. Дорогие друзья, у нас еще один кулек. Кате в школе вручили кулек и вот такую игрушку. Она что? Ой. Пищит. Марина, подожди. Вот такой вот кулек в целом. Игрушка и кулек. Маша открывает, Маша рвет. Маша конфету хочет. Маша прям беспощадно рвет. Давай, Маша, отойди, подожди. Это Катин кулек, напоминаю, не Маша. Маша уже свой получила. Па-па. Пам. По две конфеты. Ну, вот такие же конфетки, по сути. Как и все. Мам, а сколько? По две? Ванечка, бери. Да по две, как всегда. Да, сегодня у всех брали по две. Егорки, отложите конфетку. Вот это Егора будет. Ну, Егор придет, сам выберет. Все, выбрали. Света, бери две. Он на школьной елке. Егорка уехала на елку. Так, вот такие вот, друзья, у нас еще один кулек. Мы высыпали вот из той коробки все конфеты. Смотрите, какая коллекция. Возьми, возьми, возьми. И вот такая вот коллекция у нас конфет. Дети каждый день, вот сегодня они по две с каждого кулька брали, а потом будут каждый день по одной конфетке брать. Ну, вот такая вот коллекция конфет у них. Так, его на вас есть, он уже мятый, его на вас есть. Вот такие вот, друзья. Там Ванечка сидит, болеет, да, сыночка? Болеет моя зая. Ваня, ты берешь, отобрал конфетку? Да? Ну, хорошо. Марина, аккуратно. Ну, молодец. Все. Ладно, всем хорошего вечера. Всем добрый день, дорогие друзья. Я извиняюсь за свой вид, просто я болею. В целом, что хотела сказать. У нас 28 число уже. И у меня сейчас приезжал курьер, привозил мои заказы. Здесь вот 4, 3 заказа. И вот это вот. Это пришла, ребята, елка. Сегодня дети домой придут и будут сами распаковывать. Потому что у меня силы сейчас нет, распаковывают совсем. Поэтому ждем детей и будем распаковывать. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, сходила я в магазин у нас, потому что дома хлеба нет. Вчера мужу, вечером смотрю, хлеба нет. Мужу говорю, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба. На что был ответ, тебе надо, ты иди. Вчера никуда не пошла, потому что голова сильно болела, температура держалась. Сегодня вроде сейчас температура спала, сходила в магазин. Короче, сил нет пока стряпать, поэтому взяла пирожки разных, два разных вида. Я знаю, что сейчас вы напишите, Настя, но как это так, можно было самой настряпать. Ребят, пока сил у меня вообще никаких нет. Как только клема есть, так и это. Дальше потом какую-то утку вот ветчину взяла. Ветчина охотничья, там я. Напишите, пожалуйста, как вам вот это вот первый раз там я взяла. Ладно, иди, пожалуйста, туда. Стоит кашляет специально здесь. Морковочки корейские. Вонюша, все молочко. Поэтому 2 литра молока взяла. Что-то сейчас, думаю, мало взяла молока. Дальше. У меня потом еще средство для мытья полок закончилось. Взяла вот такой гель-чистин универсальный. Напишите вообще, как он. Я такой никогда не брала еще. Так, пока сюда поставлю, потом уберу. Потом 2 булки хлеба взяла. Белого. И я заказывала масло. Помните, я анзурила, коробку масла заказывала? Вот 12 кусков. Коробке 12 кисточков. Уже подорожало. Уже по 44 рубля. Масло. Вот взяла 12 штук. Сейчас каникулы дети дома будут сидеть. Вот что в общей сложности. На 1170 рублей. Вот вроде ничего не взяла, ребят. А деньги оставила. Короче, вот такие вот покупки были. Стою и думаю, почему у меня так много вышло. Ладно, потом посчитаю. Ладно, дорогие друзья. Вот такие вот покупки были. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Желаю всем, самое главное, это здоровья. Под Новый год особенно. И вообще желаю крепкого здоровья. Берегите себя, берегите свое здоровье. Потому что сейчас болезнь идет очень тяжелая. Знаете, что интересно? Раз переболевшие, не факт, что ты повторно заболеешь. Потому что вот сколько случаев я уже слышала, что люди опять повторно начинают болеть. Через пару дней температура еще хуже поднимается. И вот у нашей семьи оно так и получилось. Изначально мы болели 37,1-37,2. Была такая небольшая температура. Но все пошли по второму кругу болеть. И причем температура под сороковник подскакивает. Особенно у меня. У Вани под 39 температура подскакивает. Оксана сегодня у меня не пошла в школу, так как у нее 38,7. Короче, на сегодняшний день у нас с температурой кто это? Ваня, я и Оксана. У Марины температура нет. Но у нее сохраняется сильный кашель. Даю от кашля лекарства и даю антипилочек. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Сегодня будем с детьми наряжать елку. Если интересно, оставайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!